Строительство универсальных десантных кораблей в Крыму не блажь, а безотлагательная военно-политическая необходимость. Как сообщили на днях информационные российские СМИ, в ближайшее время в России будет начато строительство шести новых боевых кораблей океанской зоны. Россия планирует в конце апреля заложить сразу шесть крупных боевых кораблей на разных верфях. Об этом сообщил ТАСС, источник в оборонно-промышленном комплексе. 28 апреля должны быть заложены два универсальных десантных корабля. У ДК на заводе «Залив» в Крыму два фрегата проекта 22350 на северной верфи в Санкт-Петербурге и две многоцелевые подлодки проекта 855М на Севмаше в Северодвинске, сказал собеседник агентства. Он отметил, что строительство боевого флота продолжается в плановом порядке. Несмотря на эпидемию коронавируса и сокращение рабочих смен многих предприятий. Собеседник уточнил, что 28 апреля – это дата, которая стоит сейчас в плане. Возможен ее перенос на день-два. Конец статы. Прежде всего, хотелось бы выразить обоснованную надежду на то, что источник в оборонно-промышленном комплексе, на который ориентируется такое солидное информационное агентство как ТАСС, является достаточно надежным. Хотя, конечно, было бы лучше опираться на официальную информацию Минобороны России, которая не оставила бы никаких сомнений. Тем не менее, думаю, что степень вероятности такого развития событий достаточно высокая, в силу целого ряда причин. Во-первых, это очень важный политико-психологический момент. Российское руководство таким образом подтверждает, что государство, несмотря на временные осложнения, связанные с преодолением пандемии, не намерено отклоняться от давно определенных стратегических приоритетов. Тем самым демонстрируя достаточный запас прочности и способность планомерно развиваться даже в таких сложных условиях. Это недвусмысленный сигнал тем доброжелателям, которые усмотрели в нынешней ситуации очередной благоприятный повод для дестабилизации России. Во-вторых, закладка ракетных фрегатов, по сути, ракетных миноносцев проекта 22350 и атомных многоцелевых подводных лодок 855М – это вполне ожидаемая реализация уже давно запланированного серийного строительства указанных кораблей. И в-третьих, особенно значимым в этом перечне представляется решение о закладке в Крыму двух универсальных десантных кораблей принципиально нового проекта. Как сообщается, они будут названы «Севастополь» и «Владивосток», то есть точно так же, как два французских УДК типа «Мистраль», которые Франция под бешеным давлением Вашингтона и вопреки всем своим договорным обязательствам, а это отдельный большой позор для такой гордой страны, передумала продавать России. Кстати, эти «Мистрали» сейчас мыкают горе в составе военно-морских сил Египта, которому они, честно говоря, нужны как зайцу стоп-сигнал. Подтверждением чему является тот факт, что за пять лет их даже не удосужились укомплектовать штатными вертолетными группами, без которых эти десантные корабли являются в сущности обычными баржами. Это я к тому, что не буду сильно удивлен, если со временем и эти посудины будут по остаточной стоимости переданы по их первоначальному назначению, то есть России. Если она их, конечно, захочет взять после многотрудной египетской эксплуатации. А теперь о том главном, почему Россия этого ждать не может и не будет. Строительство новейших российских универсальных десантных кораблей УДК на Черном море является неотложной необходимостью с точки зрения сложившейся здесь геополитической ситуации, для которой характерны два очень серьезных фактора неопределенности. Во-первых, это крайне нестабильная и непредсказуемая территория, известная как государство Украины, в отношении которой дальнейшая политика России будет строиться на основе собственных российских национально-государственных интересов, которые на определенном этапе могут потребовать и принятия жестких мер по восстановлению военно-политической стабильности на этой хаотизированной до опасных для России масштабов местности. С учетом отнюдь не нулевой вероятности такого развития событий и наличия на Украине протяженного морского побережья, весьма подходящего для осуществления крупных десантно-высадочных операций, наличие у российского черноморского флота потенциальной готовности к ним, что определяется наличием кораблей класса УДК, представляется весьма желательным. Однако это пока не более, чем геополитическая гипотеза. Второй фактор неопределенности в бассейне Черного моря выглядит существенно более актуальным, нежели первый украинский. Речь, разумеется, о геополитических и военно-стратегических амбициях Турции, которые критически отягощают присущие руководству этой страны и уже доказаны на практике крайней непредсказуемостью турецкой политики, шарахани Анкары от одного геополитического вектора к другому, от чуть ли не союзнических отношений с Россией до чуть ли не войны с ней. Это не дает никаких оснований для благодушия и самоуспокойности в оценке перспектив отношений с этой страной. И было бы верхом недельновидности не придавать значения тому, что правители Турции в силу свойственных им непоследовательности и импульсивности могут сделать неправильные выводы из полученных ими тех или иных, пусть даже сугубо локальных военно-стратегических преимуществ над Россией. Именно такие выводы они могут сделать из того факта, что в ближайшее время военно-морской флот Турции получит на вооружение те самые универсальные десантные корабли, которых у России пока нет. В Турции уже спущен на воду и находится в стадии достройки у ДК типа Анадалу. Весьма вероятно и строительство второго корабля того же проекта. Да, конечно, у турок есть немало проблем, связанных с доведением этих кораблей до стадии оперативной готовности. Так, например, из-за испорченных отношений с США под угрозой оказалась поставка Турции американских истребителей F-35, в том числе в палубной модификации F-35B, под которой Анкара и строила свои УДК. Однако уже ставшие легендарными ветренность и непредсказуемость Эрдогана отнюдь не дают гарантий, что уже завтра ветер в его голове не переменится, и все препятствия для этой сделки отпадут. Тем более, что сами США крайне заинтересованы в продвижении своей военной продукции на турецкий рынок. В свете указанных обстоятельств решение России о безотлагательном строительстве своих универсальных десантных кораблей представляется вполне назревшим, причем именно с опорой на черноморские верфи, чтобы заранее лишить Турцию возможности ставить России палки в колеса с помощью конвенции Монтре 1936 года о режиме черноморских проливов, формально исключающий проход через эти узкости авианесущих кораблей. Кроме того, создание и развитие мощного кластера военно-морского судостроения непосредственно на Крымском полуострове на основе существующих здесь еще с советских времен и не убитых окончательно в период незалежного мракобесия предприятий является делом весьма перспективным. Прежде всего, с точки зрения дальнейшего развития черноморского флота, который чем дальше, тем больше выдвигается на первые военно-политические роли среди существующих оперативно-стратегических объединений ВМФ России, в этой связи стоит напомнить, что Крымские верфи уже сегодня становятся опорной базой для пополнения флота новейшими и самыми перспективными ракетными кораблями ближней морской зоны. Таким образом, принятое руководством России решение о строительстве в Крыму ОДК является полностью адекватной реакцией, направленной на эффективную нейтрализацию попыток некоторых предчерноморских держав изменить военный баланс в этой акватории в свою пользу. Кроме того, данное решение является целиком своевременным и в том смысле, что в России уже находится в стадии разработки новый палубный истребитель вертикального взлета и посадки, для использования которого полетные палубы больших ОДК будут весьма кстати. И может получиться так, что российские корабли этого типа получат свою ударную авиацию гораздо раньше, чем Турция, которая в этом отношении целиком зависит от милости США. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт. Там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч!